Здарова, народ! Вы на канале Плаза Псковпау! Безудержное веселье, как всегда. Итак, да простят меня любители авиамоделизма и квадрокоптеров, но сегодня у нас крутые клавы, часть третья. И сегодня у нас на обзоре клавиатура Блади B120, клавиатура Блади B314, клавиатура Блади B328, клавиатура Блади B418, которая сюда даже не вылезает. Бум! Поехали! В прошлых выпусках крутых клав мы показывали. Мы показывали и сами механические, которые дорогие, и закосы под механические, которые дешевые, но тем не менее, они достаточно крутые. Эта серия клавиатур вообще, короче, просто взрывает. Давайте начнем с самой простой, но у нее есть свои фишки. Блади B120. Итак, эта клавиатура достаточно надежная, у нее есть дренажный слив, то есть вы можете подзалить ее водичкой и ничего не будет, как заявляет производитель. Но на самом деле это проверено. Примерно за полгода использования никаких явных глюков не обнаружено. Есть свои плюсы и есть свои минусы. Офигенная коробочка в коробочке. Итак, что нас ждет? За эту цену. Ссылочку, конечно, можно посмотреть в описании. Инструкция по применению нам пригодится. А может и не пригодится. Что мы с клавой, что мы разберемся? Достали клавиатуру. Первое, что хочется отметить. Провод в оплетке в тряпичной. И вот эта часть, и вот эта часть вызывает доверие. Давайте смотреть. Во-первых, давайте ее включим. Итак, ярко-красно светящаяся лапа и подсветочка. Но подсветочка, конечно, так себе. В принципе, буквы видны на самом деле и так. И без этой подсветочки. Так вот мы заходим в режим программирования. Так мы из него выходим. Из конструкции полезного. Прорезиненные ножки, которые не позволят клавиатуре проскальзывать по столу. В момент отчаянной игры. Мне нравится пробел. Он реально хорошо подпружинен со всех сторон. То есть можно на самый краешек давить, он срабатывает. Возможно, вам покажется, что и подсветки здесь нет. На самом деле и подсветка здесь есть. Она очень-очень слабая, но буквы и без того яркие достаточно. На многих клавах буквы практически сливаются до тех пор, пока не включите подсветку. Оклики этим грешат, кстати говоря. Вы ничего не увидите. Здесь же нет. Подсветка хорошая. Глаза не слепят. Попробую наболтать яркость. Ну вот сейчас вы, наверное, видите это. Буквы видны хорошо. Глаза не слепят. Все замечательно. Давайте-ка я верну свет. Итак, клавиатура имеет следующие фишки. Во-первых, от F1 до F7 это мультимедийные клавиши. В сочетании с FN они помогают вам работать быстрее, круче и так далее. Переключать трючки. Музычку добавлять громкость без проблем. Съемные силиконовые клавиши имеет клавиатура. Не буду я их сейчас снимать. Это тяжело, надо ключ искать. Усиленная клавиша пробела. Можете по ней фигачить как угодно. Скорее всего, вы его не сломаете. Она отлично подпружинена с двух сторон. Как бы косо вы на него не нажали, он все равно нажмется и сработает. Силиконовые клавиши. Производитель клянется, что они вибрируют при движении в играх. Что исключительно доставляет. Очень интересный скошенный дизайн кнопок. Если вы нажмете, как-то между промахнетесь. Случайные двойные клики тоже исключены. Клавиатурка опрашивает с частотой в 1000 Гц. Что обеспечивает просто офигенно быстрый отклик. Двойная защита от воды. 5 режимов яркости подсветки. Но максимальную вы видели, она не такая уж и яркая. Но это как бы фишка. Это не баг, это фишка. Также есть режим блокировки игры. То есть режим блокировки кнопочки Windows. Которые позволяют работать вам с горячими клавишами. Не сворачивая игрушку. И винда будет нормально откликаться. В запасе имеются дополнительные кнопочки. Вместо этих обыкновенной с русскими буквами. Если вам больше нравятся и не силиконовые кнопки. Можете их запросто заменить на обыкновенные. Делается это элементарно. Вот таким вот образом. Меня часто спрашивали, зачем кольцо нужно. Вот зачем. Ребята, это не кольцо. Это ключ. И этим ключом очень удобно вытаскивать клавиши. Кнопочки вы можете и поменять. Я не буду долго останавливаться, что значит от F1 до F7. К тому же дополнительные картиночки присутствуют. В этой штуке все написано по большому счету. Очень хочется остановиться на вот этой кнопочке, которая блокирует клавишу Windows. Она очень важная. И вы случайно не зацепите. Теперь кнопочку. По поводу кнопочки турбо. Выстрела и автовыстрела. Короче, автовыстрел. Но это как бы не автовыстрел, по большому счету. Но клава достаточно читерская. Во-первых, заходите в режим программирования. Это делается кнопкой FM. И вот тот же самый автовыстрел. Хлоп. Начинает моргать часто вот этот светодиод, вот эта ладошка. И, допустим, вам нужно постоянно держать какую-то клавишу. Может быть для того, чтобы бежать постоянно. Ну, для чего угодно. После этого вы нажимаете любую кнопку, которая должна постоянно срабатывать. Ну, например, бежать вперед. Теперь, что происходит. При нажатии бежать вперед, вы нажимаете ее один раз, отпускаете. И видите, да, что моргает вот эта штука. И на самом деле у меня сейчас в текстном документе печатается www. То есть сейчас я ничего не трогаю, но мой персонаж в игре бежит вперед постоянно. И я могу не отвлекаться на это и стрелять врагам в лицо. Как его остановить? Еще раз нажимаем на эту. Все. Очень легко все ваши настройки вот эти вот обнуляются буквально одним кликом. Вы нажимаете FN Escape и все ваши настройки стерлись. Практически то же самое у нас и с кнопочкой Turbo. Отрабатывает она следующим образом. Назначаем кнопочку, например, на выстрел. Ну, пусть будет это E. Нажимая на E, он выстрелит два раза. Или три раза. В общем, он будет стрелять несколько раз. То есть короткими очередями. Кто как бы в каэсочку играл, знает, что Блади отличаются своими читерскими мышками и читерскими клавами. На самом деле, недостаточно для того, чтобы появилась отдача в оружие, но достаточно для того, чтобы прибить оппонента. Вполне себе реально стрелять короткими очередями очень-очень удобно. Ну и опять же, все это дело легко обнуляется. Хова! Есть дополнительное ПО. Вы можете скачать, я ссылочку в описании оставлю. Кому интересно, можете скачать программульку. Там есть переназначение клавиш, можно пописать макросы. Да все что угодно там можно поделать. На самом деле, почителить можно как следует, в общем. Кому интересно, как писать макросы. Я бы вам с радостью показал, но время у нас, к сожалению, ограничено. Поэтому, ребята, если вы не то чтобы хорошо, а дружно, дружно меня попросите в комментариях, и вам действительно интересно, как прописывать макросы и как можно почителить при помощи вот этих вот клавиатурок чудесных и мышек, я вам с радостью покажу, но как бы в комментарии, ребята. Если наберется достаточное количество желающих, я вам запилю ролик по программированию макросов. Это будет супер шикарно, а мы двигаемся дальше. Хорошо. Следующая клавиатурка у нас B314, тоже в Бладе. Как я уже и сказал, да, не всем, не всегда по карману механические клавиатуры. Однако, тем не менее, и для вас, господа, вот я себе, допустим, тоже не могу ее позволить себе механику, да если честно, я, может, не очень-то и хочу. Однако, специально для вас, господа, которые не хотят переплачивать или не могут позволить себе механику, есть отличное решение. Это клавиатура B314, которая дешевле механической клавиатуры, имеет все фишки, привычные для клавиатур Бладе, опять же, имеет дополнительное ПО. Дизайн, ребята, просто огонь. Вы сейчас офигеете. Смотрите, по-прежнему такой же плетеный провод, по-прежнему вызывает доверие. А теперь, внимание, дизайн. Баум! Ну как вам, круто? Я думаю, что очень круто. Итак, господа, что-то между механикой и не механикой. Все клавиши здесь мембранные. Ну, блин, они такой отклик имеют приятный. Кроме вот этих. Вот здесь высокоскоростные линейные свечи стоят, которые выдерживают до 20 миллионов нажатий. Заметьте. Ступают. Они оптические, что немаловажно. Итак, здесь есть 9 программируемых клавиш. Без проблем можете назначать их, как хотите. На самом деле, клава просто жесть. Подставка для рук. Ну да, слушайте, даже для моей руки вполне себе адекватна. Так, давайте попробуем ее подключить. Посмотрим на подсветочку. Клавиатура начинает вот так вот мерцать, если вы на ней ничего не делали больше одной минуты. На самом деле, подсветка включается-отключается. FN F12. Выключилась. Включилась. И режимы, скорее всего, меняются именно FN F12. Яркость подсветки. FN вверх и вниз. Ну и подсветка меняется FN влево-вправо. То есть, как хотите, можете ее подсвечивать. Но дизайн, конечно, просто огонь. С обратной стороны клавиатура имеет вот такой вот дизайн. Присутствуют вот такие ножки, которые, кстати, может быть, видно. Вот с этой стороны прорезиненные. То есть, скользить она тоже не будет. Все по-правильному, ребята, сделано. Максимально быстрый отклик вот на этих четырех клавишах. Никаких фантомных нажатий. Одно нажатие, одно срабатывание. Никак по-другому. Не будет срабатывать сто раз, если вы там не до конца дожали что-то. Очень четко и офигенно срабатывает. Скорость отклика линейных свечей оптических, которые здесь установлено, 0,2 миллисекунды. Вот это по-настоящему круто, да? Опять же, при помощи дополнительного ПО мы можем писать макросы. В пиндюре вы теперь назначаете вот эти кнопки, назначать разные макросы на каждую из кнопок вообще без проблем. Если хотите больше и подробнее о макросах, как их написать, обязательно пишите мне в комментариях. Если вас наберется много, я обязательно запилю по этому поводу ролик, потому что сложного здесь ничего нет. Ну, кроме того, защищенная электроника от воды и дренажный слив, который обеспечивает отличный отвод воды, если вы туда что-то прольете. Но без фанатизма, в ванной полоскать ее все-таки нельзя. Отлично работает. В принципе, глюков как бы пока не замечено. Если у вас есть такая клавиатура и есть какие-то глюки, обязательно отпишитесь в комментариях. Но я не думаю, что такие люди найдутся, но тем не менее, будет интересно узнать. А мы едем дальше. Упакована она так не фиговенько, да? Книжица. И сама клавиатура. Мы здесь видим уже 8 механических клавиш. Вот, я чуть раньше сказал 20 миллионов нажатий. Я пошутил. До 100 миллионов нажатий. В этой клавиатуре производители признались, что здесь до 100 миллионов нажатий. Давайте ее включим. Выглядит клавиатурка, ну, круто выглядит. Что я могу сказать? Не то, чтобы здесь совсем нет мультимедийных клавиш. Опять же, вот так она начинает мерцать. Если вы не работаете на ней минуту и больше. Давайте я выключу свет. Наверное, вам так будет поинтересней. Что имеем в сухом остатке? Это Fn вверх и вниз. Мы меняем яркость подсветки. Fn и вперед-назад. Мы меняем цвет подсветки. По-моему, вот этот наиболее крутой будет. Ну, что я могу сказать? Свечи здесь однотипные. То есть, что и в тех клавиатурах, что и в этих. Они имеют защиту от фантомных нажатий. Одно нажатие, одно срабатывание. Сверхточное. Отклик у них до 0,2 миллисекунды. Что исключительно круто. Опять же, оно поддерживает приложение. Если вы поставите, да, можно немножко почетерить. Но, опять же, так, лайтовенько. Но, тем не менее, это возможно сделать. Клавиша Windows здесь сама по себе тоже отключаемая. Но отключается она достаточно хитро. Надо нажать Fn и F8. После чего кнопка Windows работать не будет. Да, ну вот, загорается. Всё, гейминг, игровой режим. Короче, можете топтать Windows кнопку сколько хотите. Она не сработает. Подсветка выключается полностью нажатием Fn и F12. И включается так же. Опять же, есть дренажный слив, если вы нальёте туда чаёк-кофеёк. Вся электроника защищена. В комплекте у нас больше к ней ничего нету. Ни дополнительных кнопок, но ничего, просто клавиатура. С этой клавиатурой мы завязываем. И дальше сейчас будет нечто дичайшее крутое. Итак, друзья, товарищи. То, что даже не помещалось на стол. Это клавиатура Blady B418. Которая имеет 8 оптических переключателей. Те самые, как я их называю, линейные свечи. Но это оптические переключатели. Давайте её раскроем. Когда я вам говорю бешено-крутое, да и все обычно. Обычно имеют в виду механическую клавиатуру. То есть они всегда считаются бешено-крутыми. Но в этот раз я имею в виду металлическую клавиатуру. Вот это по-настоящему крутая тема, господа. Вот она. Чтобы вы понимали, это отверстие. И здесь тоже. Вот такой вот угловатый дизайн. Это реально, вот может сейчас не слышно, здесь вот пластик. Но вот это реально металл. Более того, тут настолько острые углы, что я боюсь, что об них можно даже порезаться. Я бы сказал, что это минус, но чёрт возьми, это плюс. Плюс тяжёлая клавиатура, достаточно тяжёлая. Ну ещё бы, это всё металл. Давайте её подключим. Ну и как водится уже. Клавиатура моргает. Она так будет себя вести через минуту, ничего не деланнее. FN F12 либо включает, либо отключает подсветку. Яркость подсветки FN и вверх, и вниз. Также можно менять её цвет. Но цветов немного. Светло-синий, тёмно-синий и зелёный. На мой взгляд, вот это самый крутой цвет. Что здесь есть? Во-первых, в комплекте кинута какая-то дополнительная кайфушка. Тут следует свет, наверное, включить. И помните, во второй, по-моему, клавиатуре была нашлёпка под ладошку? Вот она. Она резиновая. Но вот здесь такой софт-тач пластик. Он такой не то чтобы пушистый, но он достаточно мягкий. И болтик, которым всё это будет фиксироваться, как я понимаю. Но я не думаю, если честно, что этот болтик здесь очень нужен. Здесь реально, если вы заметите вот эти вот узоры, они совпадают вот с этим. Поэтому вот эта штука запросто сюда накладывается. Ну, как вы можете видеть, вот эти резиночки от этой штуки прекрасно сюда залезают. Вот. И я даже не вижу смысла фиксировать болтиком, потому что она никуда не денется. Застёгивается очень жёстко. И клавиатура превращается вот в такую. Видончик обалдеть. На самом деле. Итак, в сухом остатке мы имеем офигительно агрессивный дизайн. Опять же, поддержка ПО Суперкомбо. Это софтина, которая программирует клавиши. Всякие, где их можно переназначить и немножечко почителить. Но это как и в тех. Это всё-таки блани, софтина у них одна и та же для всех их клавиатур. И теперь, смотрите, вот эта штука. Вы думаете, это крутой дизайнерский ход? Да нифига подобного. Это держатель мобильного телефона на самом деле. Опять же, неоновая подсветка и двойная влагозащита. Максимально быстро срабатывающие клавиши. А я ещё раз напоминаю, если вы хотите, чтобы мы с вами вместе пописали макросы, погоняли в кс-очку или в варфейсик, просто напишите комментарий. Если вас наберётся достаточно много, если вы достаточно дружно попросите, я обязательно это сделаю. Вверх и вниз. Также можно менять её цвет. Но цветов немного. Светло-синий, тёмно-синий и зелёный. На мой взгляд, вот это самый крутой цвет. Что здесь есть? Во-первых, в комплекте кинуто какая-то дополнительная кайфушка. Тут следует свет, наверное, включить. И помните, во второй, по-моему, клавиатуре была нашлёпка под ладошку? Вот она. Она резиновая. Но вот здесь такой софт-тач пластик, он такой не то чтобы пушистый, но он достаточно мягкий. И болтик, которым всё это будет фиксироваться, как я понимаю. Но я не думаю, если честно, что этот болтик здесь очень нужен. Здесь реально, если вы заметите вот эти вот узоры, они совпадают вот с этим. Поэтому вот эта штука запросто сюда накладывается. Ну, как вы можете видеть, вот эти резиночки от этой штуки прекрасно сюда залезают. Вот. И я даже не вижу смысла фиксировать болтиком, потому что она никуда не денется. Застёгивается очень жёстко. И клавиатура превращается вот в такую. Видончик обалдеть, на самом деле. Итак, в сухом остатке мы имеем офигительно агрессивный дизайн.